Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте! Боятся переходить М7. И это несмотря на то, что ходят люди по подземному пешеходному переходу. Все дело в том, что освещение в нем почти отсутствует. Фонари есть, но они не работают. Речь идет о микрорайоне Юревец. Тему продолжит Никита Королев. Вот так буквально во мрак каждый день спускаются жители Юревца. В подземном пешеходном переходе под М7 практически нет освещения. Работает лишь одна лампочка и то скорее как маяк. Толку от нее немного. И это при том, что под ногами много мусора, а двери в технические помещения открыты. Ну конечно, очень страшно. Особенно вот когда темно. Даже вот с самого начала спускаешься и уже страх берет. Не говоря уже о том, что там вот впереди двери совершенно открыты. И кто оттуда может показаться? Одному Богу известно. По вечерам довольно страшно. Да и утром наткнуться можно кого-то не заметить. Просто темно. Осколки повсюду валяются. Грязно. Михаил застал строительство этого перехода еще в советское время. Говорит, светильников не было многие годы. И когда терпение жителей кончилось, мужчина лично сходил к местным властям и потребовал в проблеме разобраться. После этого на стенах и потолке появились фонари. Но их либо часто разбивали хулиганы, либо они попросту перегорали. Буквально их надо каждую неделю в лампочке менять. Кто-то ходил регулярно все менял. Жалоб никаких не было. Несколько месяцев так было. Но вот сейчас опять что-то все перегорело и никто не приходит. Это конечно опасно. И даже не в том дело, что можно на бандита нарываться. А просто вот так упадешь, башку разобьешь и никто же не видит. Пройдут мимо. Еще и об тебя кто-нибудь запнется и упадет. Передать Юревецкий переход в ведение управлению федеральной автодороги М7 власти Владимира решили еще в мае 2016 года. Но со своего баланса городадминистрация сняла объект только в январе 2018. По всей видимости тогда и начались проблемы. Освещение восстанавливать перестали. В компании Упордор Москва Нижний Новгород нам пояснили, что бюрократическая проволочка с переходом в их ведение еще не завершилась. А жителям Юревца предложили подождать. До того, как мы возьмем его на содержание, мы не можем производить работу, иначе это будет с целевой расходами бюджетных средств. Когда мы приняли баланс, первоочередные какие-то работы там будут проведены. Стукатурка будет обновлена, соответственно, чтобы там свет был, все будет проведено, все необходимые работы. Я так понимаю, что это перспектива ближайшего времени, что мы возьмем на баланс. Впрочем, сколько конкретно жителям Юревца еще ждать в пресс-службе Упордора нам не ответили. В планах дорожников провести также капитальный ремонт перехода. И это они обещают сделать в рамках обновления М7 в Юревце, которое будет не раньше следующего года. Никита Королев, Артем Горчаков, Шестой канал. В области заработал экологический совет. Возглавила его первый вице-губернатор Лидия Смолина. В совет вошли чиновники, специалисты, общественники. Все вместе будут решать экологические вопросы. На первом заседании сразу подняли тему захоронения коммунальных отходов. Село Филипповское не первый месяц лихорадит от известия, что рядом построят новый объект по работе с отходами. Что ответил протестующим Белый дом? И что все-таки делать с отходами, которых год от года все больше? На первом заседании экологического совета побывал Александр Инин. Белый дом сегодня официально оправил информацию, что область принимает отходы из Подмосковья. Вброс на днях появился в интернете. Сообщается, что из соседнего региона мы принимаем 22 тысячи тонн мусора в год. Областная администрация с этим согласилась. Только сказала, что это не сейчас. Это было три года назад. Это данные по фактическому завозу на территории Александровского района о «Радуга», который у нас был полигон. На сегодня есть 22 тысячи отходов, которые были официально по имеющейся договору завезены из Ерево-Посадского района. С 2017-го, по словам Смолины, Подмосковья к нам ничего не завозят с этим регионом. У нас сейчас только один договор, и он не о привозе отходов, а об информационном взаимодействии. Что касается села Филипповское, которое активно протестует против нового мусорного объекта. К трибуне пригласили пенсионера из Киржачского района. Он сказал, что когда-то работал в Госкомэкологии и вспомнил, как в начале нулевых открывали нынешний Киржачский полигон. Тогда жители тоже были им недовольны. Но мы пошли по какому пути? Ну не то, что там через коленку людей ломать. Пожалуйста, приходите, смотрите. Вот мы делаем глиняный замок, вот мы делаем дисбарьеры, вот мы делаем контрольные скважины. Пожалуйста, заходите, смотрите. Мы сумели открыть этот полигон. Изначально он был рассчитан до 2014 года, но проработал до 2018. 1 июля заканчивается срок его эксплуатации. А после жителям того же Филипповского за вылаз мусора придется платить больше. Если мы не найдем, не будет построен завод или не найдем место, куда мы готовы будем складировать отходы, то ближайший полигон находится в Петушинском районе, расстояние до него 60 километров. И это, естественно, повлечет за собой удорожание стоимости вывоза ТБУ для жителей, в первую очередь, Киржачского района. По итогам 2017 года объем отходов в области составил 540 тысяч тонн. Будущее за их переработкой. С этой целью власть намерена построить 6 экотехнопарков. А пока нужно учить людей раздельному сбору мусора. И начинать нужно с детей, в надежде, что потом они подскажут взрослым. Это тот момент, который нужно приучать и прививать детям с детского сада. А дети, они впитывают, все хорошее, они потом родители начинают учить, что ты бумагу не выбрасывай в то же самое мусорное ведро, где у нас лежат пищевые отходы. Лучше мы заведем отдельное ведро и будем это выбрасывать отдельно. Внести лепту в повышение экологической грамотности могут и общественные организации. Для них объявлен конкурс проектов по экологическому просвещению. Авторы лучшего получат грант в 3 миллиона рублей. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. Где деньги? Семья Евсеевых, отец и сын, уже несколько месяцев пытаются понять, каким образом долг перед ними гасится, но деньги на счет не поступают. Почти миллион рублей мужчины должны получить по решению суда. Уже более пяти лет оно находится на исполнении судебных приставов. И вот в конце прошлого года сумма долга на сайте приставов стала уменьшаться. Но денег потерпевшие так и не увидели. Тему продолжит Валентина Мартынова. Маленькая однушка – это все, что теперь осталось у семьи Евсеевых от большой трехкомнатной квартиры. В 2011 году отец и сын свою одну жилплощадь разменяли на две. Сыну с женой и маленькой дочкой купили двухкомнатную за миллион рублей. Тогда продавец Алексей Яковлев уверял, что эту квартиру ему подарила старушка, за которой он ухаживал. Единственное, о чем просил Яковлев – не выселять бывшую хозяйку из квартиры и даже готов был снимать новым владельцам квартиру другую. В Дарственной было все нормально оформлено на него, то есть на Яковлев. Мы с ним имели дело, с Яковлевым. Мы с ним когда разговор вели вот об этом деле, я говорю, надо с бабушкой бы поговорить. Он говорит, ее не надо беспокоить. Она говорит, пускай, она говорит, она старенькая, она там живет, у ней кардиостимулятор стоит в этом, в сердце, говорит. Она говорит, проживет недолго. Я говорю, ну ладно, пускай, она говорит, живет сколько хочешь, только давай вот как-то мы с тобой тут решим это дело. Ну давай, я вот буду тебе выплачивать, значит, за съемку квартиры. А через год та самая бабушка заявила, что никому свою двушку не дарила и подала в суд. Жилье старушки вернули в собственность, а Яковлева суд обязал выплатить Евсеевым деньги за квартиру – 990 тысяч рублей. Суд нам присудил выплачивать, взыскать с него деньги. Пошли к приставу. Пристав вот пять лет уже взыскивают и ничего никого не находят. Не находят что? Денег этого у Яковлева. А буквально в конце прошлого года деньги нашлись. На официальном сайте судебные приставы отчитались. Долг гражданина Яковлева уменьшился почти на 7 тысяч рублей в пользу Валерия Дмитриевича. Вот только насчет дедушки эти деньги почему-то так и не пришли. Куда исчезли деньги? С этим вопросом сын пенсионера отправился к судебному приставу-исполнителю. Он мне сказал, что у них в базе данных два расчетных счета почему-то. Хотя я им отдавал только один. Выяснил, что этот расчетный счет принадлежит нашему должнику Яковлеву. Я сразу же ему пошел, сказал это дело и говорю, вы перечислили деньги обратно Яковлеву почему-то. Почему это произошло? Он говорит, я разберусь. Но даже через несколько месяцев деньги на счет пенсионера так и не поступили. Зато долг оказалось за это время уменьшился уже на 26 тысяч рублей. К приставам Владислав отправился снова. Оказалось, что они эти деньги 6600 рублей с копейками, когда они вернулись сюда, к судебному приставу, первый раз, они их второй раз начали закидывать туда. Второй раз вернулись, третий раз. И так 4 раза закидывали. И при этом они долг уменьшали. Хотя знали, что перечисляют деньги должнику. Почему одна и та же сумма крутилась между счетами должника и при этом уменьшался долг? На такие неудобные вопросы новый пресс-секретарь судебных приставов ответить нам оказался не готов. Хотя пострадавшие обращались к ним еще 4 месяца назад. Официальный представитель, сославшись на установленную законом процедуру, попросил от нашего телеканала письменный запрос. А по телефону лишь пояснил. Узыскателям мы позвонились. Там, так скажем, претензий к нам не имеют. Сейчас его вызвали в отдел. Все вопросы будут регулированы. Почему так вышло и так далее? Со слов Владислава Евсеева, приставы свою вину не отрицают, но пока не могут дать внятного ответа, почему так вышло. После вмешательства СМИ ему уже позвонили и обещали разобраться в истории. Мы будем следить за развитием событий. Валентина Мартынова, Илья Фомин, Егор Хребко, 6 канал. Нашли предлог для закрытия. Экспозиция детского музейного центра на первом этаже в здании палат Владимира Судельского музея-заповедника теперь закрытой для посещения. На официальном сайте музея ссылаются на технические причины. Мы уже не раз рассказывали о том, как беспокоятся за судьбу детской экспозиции бывшие и нынешние сотрудники музея и посетители. Почему закрыли музей, пыталась разобраться Маргарита Махрова. Новость о том, что детский музейный центр в палатах не работает по техническим причинам, появилась на сайте Владимира Сузельского музея-заповедника 30 марта. Но слухи, что якобы новое руководство хочет центр закрыть, ходили еще в начале прошлого года и вызвали серьезное беспокойство владимирцев. Дети за три года практически проходят все экспозиции. Очень подробно знакомятся с бытом, с историей нашего края. И честно, мои знакомые очень завидуют, что наши дети могут посещать вот такие занятия. На экспозициях детского музейного центра в палатах Владимира Сузельского музея-заповедника выросло несколько поколений владимирских школьников. Здесь для них проводили интересные занятия и с помощью игры погружали в мир истории. Я, конечно, не хочу, чтобы музей закрывали. Потому что я сюда хожу два раза в неделю со школы и по воскресеньям. Изучаем природу нашего края. И не только природу, а историю нашего края. С приходом нового директора Игоря Конышева в музей начались серьезные кадровые перестановки. И стало понятно, что перемены ждут и музейные экспозиции. Но на одной из своих первых пресс-конференций руководитель музея-заповедника заверил, что в ближайшем будущем закрывать музейный центр не собирается. Почетный президент Владимира Сузельского музея-заповедника Алиса Аксенова, которая стояла у истоков создания экспозиции, бьет тревогу. Она уверена, что приостановка деятельности детского музейного центра лишь удобный случай для окончательного закрытия и полной переделки экспозиции, которая, к слову, когда-то удостоилась наград и похвалы президента. Ну там же мания для того, чтобы закрыть. Вот я была, конечно, убита тем, что будет разобрана былина, которая, это классическая экспозиция, и рождение книги. Это очень с большим плодом рождались эти экспозиции. Действительно ли две конкретных экспозиции на первом этаже палат планируют закрыть окончательно, и будет ли меняться концепция детского музейного центра в целом, при службе музея нам пояснить так и не смогли, сославшись на внутреннее распоряжение руководителя. А вот о технических причинах закрытия рассказали. Это связано с разными вопросами безопасности. Это естественные после кемеровских событий, так сказать, вещи. Нужно подождать какое-то время, когда мы получим внятные ответы, когда и что мы сможем конкретно проводить на первом этаже наших палат в детском центре. Сам этап проверки требует изучения технических возможностей, работы комиссий. Никаких вопросов о глобальном изменении экспозиции в ближайшее время даже не обсуждается. При этом экспозиции на других этажах здания для посетителей работают. А вот первому этажу, где всегда находится особенно много детей, по мнению руководства, необходимо противопожарное усовершенствование. При этом все занятия, которые раньше там проходили, перенесут на другие территории комплекса. В исторические музеи, дом Столетовых, водонапорную башню. Теоретически, после всех работ, направленных на безопасность маленьких посетителей, детский центр в палатах должен снова распахнуть свои двери. Но вот когда это случится, на этот вопрос ответа ни у кого нет. Маргарита Махрова, Егор Хребко и Артем Горчаков. Шестой канал. Собирали всем миром. Насчет Кемеровского отделения российского Красного Креста поступило более 100 миллионов рублей пожертвений для пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Напомню, трагедия случилась 25 марта. В результате погибло 64 человека. Еще десятки пострадали. Владимирцы не остались в стороне и тоже перечисляли деньги. Но, как выяснилось, были и те, кто пытался воспользоваться ситуацией ради собственной наживы. Так, в одну из частных ветклиник Владимира на днях пришел молодой человек и попросил помощи. Молодой человек рассказал нам о том, что произошла история такая тоже печальная. Задохнулись две девочки. Две маленькие девочки, которые две сестры. Они проживали на Фатьяново, дом 21. И собирают деньги на похороны. Мы задали им вопрос, а когда это произошло? Он говорит, это произошло сегодня. Конечно, все работники сразу встрепенулись, кто-то ужаснулся и начали узнавать, что же делать. Это мошенничество чистой воды. И это настолько ужасно. Это не просто отталкивает, это вызывает просто какой-то шок. Сотрудники сразу сориентировались и нашли именно информацию, удостоверили, что такого не происходило. И что человек явно просто вводит в заблуждение. Как рассказали сотрудники ветклиники, молодой человек выглядел опрятно и сначала не вызвал подозрений. Он представился родственником пострадавшей семьи и попросил денег. Проверив информацию и заподозрив обман, сотрудники ветклиники попросили его удалиться. Как сообщили нам в полиции, такие ситуации не редкость и людям нельзя терять бдительность. Только, например, за последний квартал 2017 года жители Владимирской области добровольно отдали в руки аферистов более 5 миллионов рублей. В случае, если у вас есть сомнения или вам кажется, что в отношении вас совершаются противоправные действия, любой гражданин вправе обратиться в правоохранительные органы. Обратиться можно и к своему участковому полномоченному полиции. Можно написать заявление в любом ближайшем территориальном отделе полиции. По каждому обращению будет проведена тщательная проверка по установлению всех факторов. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Огласили приговор Струнинским убийцам москвича. Четыре года назад трое злоумышленников с целью завладения столичной квартирой стоимостью около 15 миллионов рублей лишили жизни ее 37-летнего собственника. Убийство произошло в Струнино. Присвоить квартиру преступники так и не смогли. Не нашли документов в московской двушке. Всех фигурантов, среди которых была и женщина, суд приговорил к лишению свободы на 9, 11 и 14 лет. Обманул мурмских чиновников на 113 миллионов рублей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении московского бизнесмена. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Объявив себя изобретателем некого супернагревательного устройства, он смог продать этот аппарат сразу в несколько регионов страны. В том числе и мурмским тепловым сетям, введя в заблуждение администрацию, которая была не сильна в законах физики. Обещанной экономии расхода топлива от купленного изобретения так и не последовало. В расследовании этого уголовного дела участвовала комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Дело передано в Мурмский городской суд. Новая волна гриппа и ОРВИ. Эпидпорог во Владимирской области превышен на 41%. По сообщению Роспотребнадзора, сейчас в регионе зарегистрировано больше 14 тысяч заболевших вирусами. И больше половины из них – это дети. Медики призывают родителей не отправлять ребенка в школу или детский сад, если у него есть насморк, кашель и температура. А при общении с больным использовать защитные маски. Не хотят платить за электроэнергию в добровольном порядке. Предприятия Владимирской области задолжали Владимирэнерго более 622 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков на первом месте – Владимирэнергосбыт. На втором – завод «Автоприбор». И на третьем – муромские тепловые сети. Платить по счетам предприниматели начинают лишь после вмешательства судебных приставов. Таким образом, с начала текущего года с должников было получено более 160 миллионов рублей. Неплательщиков также ограничили в потреблении электроэнергии. Подарок к празднику. Владимирские школьники встретились с актрисой и телеведущей Яной Поплавской. Знаменитая «Красная шапочка» приехала во Владимир в честь Международного дня детской книги. К этому празднику в Театре кукол подготовили большую интерактивную программу. Как вернуть детям интерес к чтению, выясняла Валерия Саенко. Сегодня в Театре кукол детей развлекают еще до входа в зал. Вместо пустого коридора – целая ярмарка. Пока дни школьники в караоке подпевают героям советских мультфильмов, другие мастерят поделки и участвуют в викторинах. Вот это по мотивам рассказа Виктора Драгунского «Друг детства». Там, где герой решает, кем он будет, когда вырастет. В этой викторине мы ребятам тоже предлагаем поиграть, отгадать по предметам, либо отгадать загадку, о какой профессии идет речь. Ребята очень активно участвуют в викторине, им это нравится, и они знакомы с произведением. Драгунский сегодня звучит и со сцены. Правда, в качестве актеров – простые учителя. Они пришли с учениками на встречу со знаменитой актрисой, но сами оказались на сцене. Тема мастер-класса «Что значит читать с выражением?» Самые храбрые педагоги Владимира декламируют Денискины рассказы так, как учат детей – эмоционально, по запятым и точкам. Мишка смотрел, смотрел, потом говорит, интересно, а если я покачаю насос, краска пойдет? А Аленка говорит, спорим, не пойдет. Тогда я говорю, а вот спорим, пойдет. А Мишка говорит, а не надо спорить, я сейчас попробую, держи Дениска, шланг, я покачаю. В качестве наставника Яна Поплавская. Знаменитая актриса и телеведущая еще и специалист по речевой психологии. Со сцены никаких рассказов про роли, особенно красную шапочку. Актриса уверена, творческие встречи скучные, лучше учить полезному. Тем более, уверена Поплавская, говорить сегодня умеют немногие. Взрослые люди, они очень зажатые. Нас всех уродует очень школа. Наши неуверенные в себе, зажимы, очень многие вещи, они вот оттуда, из вот этого детства. Когда мы поступали в школу, нам все время говорили, что все не так. Не так читаешь, не так думаешь и так далее, тому подобное. И получается, что я работаю, знаете, смешно, как реабилитолог. Технику речи развивать с детьми и взрослыми с помощью карандаша. Простое упражнение – прочитать текст с предметом во рту. Зал веселит, зато потом помогает избежать запинок. Среди тех, кто не побоялся выйти на сцену – Надежда Алексеевна. До мастер-класса педагог учила детей читать с выражением по точкам и запятым. А Поплавская уверяет, знаки припинания – лишь интонация. Паузы нужно выкидывать. Тебя, взрослую женщину, учителя-педагога, учила правильно преподносить детям текст. Очень бесценный опыт, который, я предполагаю, его использовать и мастер-класс провести для учителей-педагогов и для детей, конечно. Мастер-класс в Театре кукол проводят к Международному дню книги. Праздник во всем мире отмечается 2 апреля, в день рождения детского писателя Ганса Христиана Андерсона. Заставить детей читать в век высоких технологий – задача непростая, но взрослые уверены – выполнимая. Кстати, участники этого мастер-класса хором заявили, что им читать нравится. Валерия Саенко, Егор Хребко, Шестой канал. И последнее. В каких условиях воспитывают чемпионов? Владимирские бильярдисты вернулись сразу с нескольких престижных турниров. По итогам выступлений наши ребята завоевали две золотые и две серебряные награды. Вот только тренироваться подрастающим спортсменам по-прежнему негде. Занятия проходят во взрослых увеселительных заведениях. Тему продолжит Алексей Дудин. Вадим Кистанов шел к чемпионству 10 лет. 19-летний парень впервые стал лучшим бильярдистом в стране возрастной категории от 16 до 21 года. По дороге к золотой медали один раз уступил. Но поражение было не критичным. Вадим продолжил борьбу за первое место. Играть пришлось в том числе и со своими земляками. Ребята втроем приехали на первенство России. На самом деле жалко на своих попадать. Потому что вместе приехали, вместе хотели что-то занять. Причем попался я и на Кирилла, и на Антона. И обоих выиграли. Жалко в общем. Упорство и труд помогли завоевать Серебро и Анастасии Кабановой из Мурома. На второе место в международном турнире «Маленький принц» спортсменка не рассчитывала. Прекрасно осознавала свои силы и понимала, что соперники очень серьезные. Где-то повезло, говорит Настя, где-то и сами оппоненты ошиблись. Так или иначе, регулярная подготовка к соревнованиям себя оправдала. Тренировала себя каждый день. Бывало три часа, бывало шесть. Бываешь, не посмотришь и десять. То есть в клубе все время находишься. К слову, тренировочный процесс уже давно является головной болью для мастеров шара и кия. Оттачивают свое мастерство они в коммерческих бильярдных. Порой 12 детей занимаются всего на двух столах. А по соседству взрослые шары гоняют, развлекаются. Так и во время съемок. Ненормативная лексика от непрофессиональных игроков иногда доносится. Дети стараются не обращать на это внимания. Мы плачем за тренировки. И нас как бы тренируют. И мы радуемся. И у нас все получается. Мы как бы все это промежье пропускаем. И тренируемся. Нашу задачу побеждать. Егор Буслаев, между прочим, на днях также отличился. Он второй раз подряд выиграл открытый кубок Москвы в категории юноши до 17 лет. Сама же региональная федерация бильярдного спорта впервые в своей истории вошла в тройку лучших федераций страны. Тем не менее, детско-юношеской спортшколы по этому виду спорта у нас до сих пор нет. По-прежнему нет места под школу именно в центре, именно в городе Владимире, именно в областном центре. У нас существует такая проблема. И с учетом, что клубы закрываются сейчас во Владимире, детей становится тренировать все сложнее и негде. Место, в принципе, где можно построить школу и быстро, есть. Необходимо только разрешение властей. Разговоры об отдельном помещении для бильярдистов идут уже не первый год. Вот только до дела так и не доходит. А в ближайшее время Андрей Степаненков идет на прием к вице-губернатору Владимирской области Михаилу Колкову. Быть может, чиновник услышит просьбу подрастающих чемпионов, оценит их успехи и поможет в развитии этого вида спорта на Владимирской земле. Алексей Дудин, Артем Горчаков, Шестой канал. Это все, о чем мы успели сегодня рассказать. Прямо сейчас еще немного полезной информации и прогноз погоды. Не переключайтесь. Ну, я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют пасмурную погоду, но без осадков. Столбики термометров покажут 1-3 градуса со знаком «плюс». По сведениям метеорологов, завтра в областном центре будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха до 6 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 84%.